Уже завтра состоятся выборы главы региона. В нашем районе также пройдут выборы депутатов районного совета 7-го созыва и глав Ачуевского и Коржевского сельского поселений. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение увеличить количество дней для голосования. Это сделано для того, чтобы не допустить массового скопления граждан на избирательных участках и тем самым обеспечить их безопасность. Таким образом, сделать свой выбор можно в любой удобный для вас день – 11, 12 или 13 сентября. Досрочное голосование началось 11 сентября. Ровно в 8 часов утра в Славянском районе открылись 67 избирательных участков. Еще один участок оборудован в центральной районной больнице для голосования находящихся там пациентов. Поскольку выборы проходят в условиях пандемии, вопросам безопасности уделяется особое внимание. На избирательных участках соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции. У нас все готово, чтобы максимально безопасно встретить избирателей наших. То есть у нас готовы маски, санитайзеры, отдельные ручки, перчатки. То есть мы все делаем, стараемся для того, чтобы максимально комфортно было для избирателей наших. Чтобы сделать свой выбор, есть три дня. Впервые такая многодневная форма работы избирательных участков была опробирована на голосовании по поправкам в Конституцию. И она принесла положительные результаты. Многие славянцы не стали ждать основного дня голосования. А одной из тех, кто в числе первых сделал свой выбор сразу после открытия избирательного участка, была жительница города Анна Брославцева. Я пришла голосовать на выборы, потому что от нашего выбора зависит вся наша дальнейшая жизнь. Это очень важно для наших детей, стариков и для нас всех живущих, работающих ныне. Все доступно, без всякой очереди, без всякой суеты. Все быстро. Вот сейчас пойду на работу. Избирательный участок 4205, расположенный в актовом зале Славянского сельхозтехникума, один из лучших. Здесь сделали все, чтобы жители смогли проголосовать в комфортных условиях. Со всей ответственностью организовались, собрались. И сложные, несложные условия, пандемия, не пандемия, наше дело какое? Сберечь здоровье избирателей, предоставить все условия для того, чтобы каждый имел возможность прийти на участок и проголосовать, не переживая за свое здоровье. Ну и в-третьих, самое главное, политическое наше вот такое вот событие года, его тоже сделать достойным, красивым, заслуживающим уважения и доверия. И со стороны избирателей, и со стороны тех, кто рекомендует нас, члены участковых избирательных комиссий, всем правильного выбора и самых светлых дней и надежд, чтобы они обязательно сбывались. Славянский район отличается традиционно высокой явкой. К тому же приняты беспрецедентные меры для того, чтобы выборы прошли безопасно для каждого избирателя. И они стремятся выразить свою гражданскую позицию. Это же будущее наше. Надо, как говорится, принять активное участие. Я бы призвал бы других людей не проявлять, как говорится, пассивную. У меня позиция такая, что надо пройти, проголосовать, сделать свой выбор, как говорится, в пользу будущего. Люди, которые по состоянию здоровья или по причине преклонного возраста не могут самостоятельно прийти на избирательные участки, имеют возможность выразить свою гражданскую позицию. Для этого, вооружившись бюллетенями, переносной урной для голосования, члены избирательной комиссии выезжают к избирателям на дом. Вот так в пользу будущего отдают свои голоса славянцы. Эти выборы очень важны для стабильного, поступательного развития региона. И стать участником этого события значимо и почетно для каждого, кто живет в муниципалитете. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».